Теперь веговерс питомцы будут умирать от старости. Какая ужасная новость. Это произошло вчера, вчера об этом сказали. И это просто такой шквал был эмоций и негодования. Просто капец. Я просто поражаюсь, сколько людей не умеют считать и действуют на эмоциях. Ну, на самом деле, да, действительно, это было некрасиво сделано. Но, тем не менее, те, кто руководствуется той же логикой, что и я, для тех вообще ничего страшного не случилось. Можно сказать даже наоборот. Что я расскажу в этом видео? Кстати, это видео внеплановое. Я собирался рассказывать о листинге Айгу. В какой ситуации мы там находимся. Оно уже отснят и должно было сейчас выйти. Но вместо него я записываю другое. Итого. Просто успокоить тех, кто не умеет считать. Я традиционно ставил список, о чем я поговорю. И, конечно же, здесь будут эмоции, математика и все остальное. Но так. Вернемся к этой таблице. Сколько дней будут жить различные NFT-шки? То есть, это дни не от старта. Это дни именно с момента минта следующей NFT. То есть, взяли бесплатную NFT, за 60 дней прокачали. До следующей, это живет 110 дней. Но дело не в это. Сейчас я покажу сразу немножко. Начнем с небольшого юмора. 19 января я опубликовал фотографию, что мой NFT уже старый. Я говорю, что будет дальше? Будет неприкольно, если они будут умирать от старости. Ну, тогда большинство посмеялось. Но на самом деле, как видите, шутка оказалась не такой уж и шуткой. Один из участников чата сразу же написал в поддержку, потому что это его заинтересовало. И вот он прислал нам скрин с ответом. Спасибо тебе, кстати. Что ответили? Питомцы не умирают от старости? Пока. То есть, в принципе, все было уже понятно. То есть, механику они добавили изначально, но забыли нам об этом сказать. Почему они сказали об этом заранее? Ну, мне непонятно. Ну, я думаю, наверное, потому что как раз рассчитано на тех, кто считать не умеет. Потому что, если рассчитывать на тех, кто считать умеет, ну, тогда ничего не меняется. Потому что, что так, что так, нам все это дело остается выгодным. Итак, смотрите. Значит, первое, что я записал, два месяца. Что такое два месяца? Если вы смотрели вот все видео про Google Store, которые я записал по порядке, то для вас тоже вообще никаких эмоций не возникло. Что я говорил? По какой логике я говорю, что я сюда вхожу? Вообще, весь канал рассчитан на том, что я показываю, что я делаю. Именно я делаю. Я не блогер. Пожалуйста, и надо меня обзывать с этими чудиками, которые вообще даже ничего просчитать не могут. Я показываю свой путь. Итого, я посмотрел, я показывал в одном из видео график Stepan, график GMT. Когда я говорил, что все хотят сделать второй Stepan, но мы четко видим на графике, я его показывал, что вот этот вот хайп, когда цена была на пике, он продолжался всего два. Где вот, чтобы в кадр попасть? Два месяца. Два месяца. То есть, и в принципе, вот подобные продукты, для них это нормальный цикл жизни. Что значит цикл жизни? Цикл жизни самого продукта, он будет продолжаться хоть пять, хоть десять лет. Stepan до сих пор живет. И в принципе, все, кто вышел нормально на рынок, они все до сих пор живут. Но именно сверхдоходы два месяца. Я для себя понял, что вот эта планка, она продержится. И таким образом я и прикинул, окей, два месяца, мне нужна окупаемость, и мне надо сделать какие-то иксы. То есть, запомните, два месяца. То есть, я на это и рассчитывал. Мы берем окупаемость, которую я рассчитывал. Уже тоже есть видео, даже два видео. Это было первое, где я считал различные вот эти вот NFT-хи со 100% энергии. При условии, что мы проходим 85% энергии, сколько дней окупаемости. И также я сделал уже после 20 января, когда было поднятие цен. Но эти цены меня уже никак не интересуют, потому что я-то входил вот по вот этим вот ценам. Допустим, когда рарка стоила 570 долларов. И окупаемость, смотрите, 32 дня. Да, это при 100% энергии. Изначально я считал 85, но по факту даже с багами усредненно 95 делается налегке. То есть, фактически там окупаемость порядка, ну максимум, ну самая такая большая, 35 дней. Но я для округления считаю эти цифры, которые я сюда и внес. То есть, в районе там 33 дней идет окупаемость. То есть, месяц. А я рассчитываю, изначально рассчитывал на 2 месяца. То есть, я свою в грязи уже окупил. Почему в грязи? Потому что есть еще шлейф разлоков, который еще не пришел. Но он тоже дойдет. И то есть, моя задача сделать за эти 2 месяца, по моим изначальным расчетам, как я прикидывал, 2Х. Что, собственно, я и так успеваю прекрасно сделать. Что изменилось и что даже для меня я вижу изменения в лучшую сторону. Давайте я расскажу, как я представлял себе вообще вот эту вот схему. Значит, мы смотрим на iHub. И мы видим, что у них не такая схема, как у Stepan. Они искусственно удерживают цену. То есть, вот это вот вверх-вниз, вверх-вниз качели. То есть, мы пришли, слили определенную сумму, поменяли их на стейблкоины или еще на чего-то там, на PNB поменяли. И они докинули ликвидность. Таким образом, они вот искусственно удерживают цену в районе 17 центов. И понятно, что это продолжаться не могло вечно. И я прикидывал, что будет выглядеть график. Вот, допустим, вот сейчас так идет, потом бац, бац, и по чуть-чуть, короче, пойдет вот такое вот снижение. Но они решили пойти другим путем. И другой путь как раз составляет и в том, что они добавили к нашим питомцам возможность покинуть этот мир. Что это для нас значит? Это значит, что вот этим вот действием, вот этим действием, они приняли решение удерживать цену. Знаете, у них было два варианта, как поступить. Либо отпустить цену токена, чтобы он пошел вниз, что мне кажется более логичным. Но я сейчас объясню, почему я считаю, что они сделали иначе. И второй вариант сделать то, как они сделали сейчас. До математики мы дойдем дальше, я цифры вам еще покажу. Вот, то есть, удержание цены это то, что происходит сейчас. Снижение это то, на что я рассчитывал. Это было бы логично. Но они стали цену удерживать. И у приложения есть централизация. Приложения централизованы. То есть, вот эта сама игрушка. Это тоже я в одном из видео говорил. Те, кто смотрел предыдущее, вы можете в комментарии написать, что реально пруфы, что это было сказано. Есть определенные смарт-контракты, которые работают в блокчейне. Вот именно они, в них влазить нельзя. Потому что, ну вот просто нельзя и все. А приложение-то, оно просто централизованное. Оно полностью управляется разработчиками. И они могут менять там что угодно. Возьмите абсолютно любой проект. Даже не обязательно брать там move to earn или play to earn. Вообще все угодно. Формилки. Вообще все. Все условия меняются. Постоянно вносятся изменения. Те, кто в крипте не один день, вы знаете, что это происходит просто на регулярной основе. Даже примеры с реальной жизнью до появления крипты, это тоже постоянно происходило. Поэтому, когда я входил, у меня не было никаких розовых очков. И более того, я это озвучивал. Что это централизовано. И 100% будут вноситься изменения. Именно по этой причине я не испытал вообще никаких там отрицательных эмоций. Потому что я был к этому готов. То есть, вот эмоции. То есть, люди зашли и сказали, нас обманули. Разработчики 100 пудов сделали некрасиво, что не сказали об этом заранее. Потому что, ну я на 99% уверен, что это было изначально задумано. Да, сейчас в приложении показан возраст питомцев именно от даты, когда их сминтили. То есть, от самого начала. Вы в приложение зашли, купили NFT, взяли все NFT. То есть, от первого дня, от нулевого дня идут расчеты. Вот эти все, пока что эти изменения в силу не вступили. Когда они в силу вступят, эти дни будут считаться именно от минта конкретного NFT. То есть, сейчас в игре мы даже не можем это дело посмотреть. То есть, сейчас такого пункта просто нет. А теперь самое интересное. Почему я спокоен? Математика. Первое, что я сказал, явно они сделали, когда вот решили пойти таким путем, что они не собираются опускать цену токена. То есть, не собираются ее удерживать. Раз они собираются ее удерживать, так же, как они это делают сейчас. Ну, я это делаю на косвенных выводах. Ну, то есть, это логично. Именно потому, что они ввели механику этой смерти для того, чтобы сильно много они могли зарабатывать, вытаскивать те, кто из нас сошли первыми. Это говорит о том, что я могу предполагать, что цена останется на уровне 1,7 центов плюс-минус. И моя доходность останется прогнозируемая, что важно. А теперь давайте мы будем сравнивать вот эти вот цифры с таблицей по окупаемости. Я вам показываю окупаемость именно до поднятия цен, потому что я заходил именно тогда. Я рассказываю то, что я делаю по моей логике. Смотрите, рарка, окупаемость 32 дня. Да, сейчас 100% энергии, но в целом, чтобы вы поняли, просто расчеты. Вот эти все цифры, они не с потолка. 32 дня. Где у нас рар? Смотрите, 77 дней она будет жить. То есть, если я купил рарку, я за эти 70 дней делаю 2х. То есть, поняли? 32 дня я возвращаю вложенное, 64 дня я делаю еще сверху еще 1х. То есть, у меня есть возможность делать 2х. Давайте посмотрим другие. Давайте посмотрим стартер, который вот 110 дней он живет. То есть, да, предположим, вы купили стартер и все, не прокачиваете. И просто он себя отжил. Вот видите, они даже называли Pet Life Cycle. То есть, цикл, циклы жизни этих пэтов, этих NFT. Вот 110 дней стартер. Давайте смотреть на эту самую окупаемость, которую я рассчитывал. 52 дня. Давайте сделаем 55 дней, к примеру, окупаемость. Первые 55 дней вы окупаетесь, следующие 55 дней вы делаете x2. Вы делаете ту же сумму. Смотрите, 110 дней. И это все подпадает последующее. Давайте вот следующий посмотрим. Come on. 40 дней. То есть, за 80 дней вы возвращаете свое. Вот 85 дней, чуть больше, там баги, еще какая-то фигня. То есть, вот такая вот штука. Вот эти цифры, которые вы видите, это нахрен x2. Это все x2. Просто понимаете, даже когда в тот момент я входил, и я предполагал, что цена пойдет вниз, и мои расчеты могли быть неточными, потому что непонятно, что с курсом. Курс они держат четкий. Зачем им держать курс? Они сейчас выходят на следующие рынки. Вот на этой АМА говорили там. Турция, еще что-нибудь. И для того, чтобы люди реально входили, очень важно людям массам показать, что у нас тут все стабильно. И таким образом спокойно можно входить. Смотрите, если бы сразу была вот такая таблица, и они бы умирали, вошел бы я? Да, 100%. Потому что сделал бы точно такой расчет и увидел бы, что за 2 месяца я делаю x2. Конечно же, мне хотелось бы, чтобы оно там жило долго, но это невозможно, потому что за чей счет пир? Кто-то должен оплачивать нам этот пир. Вот мы, допустим, вот я зашел, к примеру, я не прокачиваю турарку, или вообще абсолютно любого питомца, просто зашел и не прокачиваю, и я делаю x2. Но ведь это круто. Для тех, кто заходит по новым ценам, я вас никак не могу успокаивать, потому что у меня нет задачи вас успокаивать. Я рассказываю, что делаю я, а я по новым ценам не захожу. Вот как-то так. То есть, поняли? Откидываем эмоции и видим бабки. Ну, это просто капец. Да, они поступили некрасиво 100 пудов, но я инвестор. Я прекрасно это понимаю. Я знаю, на какие риски иду, и что я могу просчитать. Вопрос, что делать? Да ничего сейчас не делать, ибо ничего не изменилось. Что будет дальше? Посмотрим. Вот когда это все уже механика заработает, тогда будем смотреть. И вот, допустим, у меня будет несколько вариантов. Либо я просто вот с этой своей рарки дальше делаю x2 и просто перестаю играть и все забиваю на все это дело. Либо, возможно, я перейду на следующий ран, чтобы еще раз перейти на следующий. Потому что вот 160 дней. Сколько перехода отсюда-сюда я знаю. Забыл. То ли 2.6, то ли 3.6 BNB. Ну, сейчас-то не столь важно. И интересно, сколько он будет стоить дальше на следующий. То есть, все это надо дело просчитывать. Но, по крайней мере, x2 делается за 2 месяца. Блин, за 2 месяца x2. Это просто охеренно. Так что, делаю деньги и как бы вперед. Не есть куда их перекладывать. И вы знаете, что я это уже делаю. Я думаю, пролил свет для тех, кто мысли чисто эмоциями и вообще не любит считать. Любит кричать, что все пропало, его обманули. Ну, такой этот мир. Если вам понравилось то, что я сейчас озвучил и реально вам показал на цифрах, ставьте лайк. Не понравилось, все равно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие подобные видео. А если вам интересно узнать, как я за 2 года сделал 100 тысяч долларов на криптовалюте, подписывайтесь на меня в Телеграме. Здесь намного больше информации, чем в Ютюбе. Ну, само собой. На этом у меня все. Всем добра. Всем профита. Слава Украине.